Здравствуйте! Пришла новая посылочка с сайта iHerb. Пришла посылка до 20 дней, была отправлена 29 октября в Украину и 17 ноября она уже у меня. Это посылочка без отслеживания, за 4 доллара, без трек-номера. Я не могу ее отследить, но сейчас в последнее время, слава богу, доходят посылки, поэтому я стала заказывать почаще, но поменьше. Ссылочка, я ее уже немножечко распаковала и некоторые новые продукты, чтобы не быть голословной, даже уже попробовала. Сейчас буду рассказывать, даже это не распаковка, а скорее всего обзор моей последней посылочки, которую я получила вчера. Я заказала вот такое мыло от Sout Francais, натуральное мыло, такое французскими запахами. Я выбрала из новинок, на него, по-моему, не было даже отзывов еще. По-моему, это с морским каким-то запахом, ароматом идет с органическим маслом ши в составе. Запах довольно такой резкий, сильный, ароматный, но приятный, такой свеженький. Вот, здесь состав хороший, это марка, у них много очень, у них есть пробнички маленькие с мылом. Вот такая вот, здесь в составе пальмовое масло, кокосовое масло, растительный глицерин, органическое масло ши, натуральные красители, смесь эссенциальных масел и ароматов. Вот такой вот состав. Мыло довольно такой большой брусочек, здесь 170 грамм, такой очень крупный, как камушек большой, здоровенное мыло такое, качественное. В принципе, с первого взгляда нравится, не знаю, как оно там по своим моющим свойствам. От Everyday Minerals сейчас появились такие вот наборы у них, что можно попробовать разные средства. Минеральные пудры, бронзеры, есть финишная пудра и есть еще бабуковая, сейчас я покажу саму упакованную вот такую коробочку из такого картона прессованного. Здесь входит 6 вот таких маленьких, таких вот небольших, мне понравился Everyday Minerals. У меня есть такая пудра немножко с блеском. И вот такая кисточка мини-кабуки, тоже от Everyday Minerals делают ее в Китае. Остальные вот эти все пудры, бронзеры, это все изготовлено в Америке. Поэтому только вот эта кисточка, она сделана в Китае. Я немножечко уже пробовала, как она наносится по отзывам, что совершенно ее не видно на коже, на лице. Но мне она понравилась, в принципе, как она ложится. Возможно, ее просто надо сверху на какой-нибудь тональный крем или крем наносить, чтобы больше покрытие было лучше. Почему я заказала именно в маленьком таком образце? Потому что вот эти все пудры, они очень медленно расходуются, надолго хватает. Поэтому даже вот такого мини-варианта достаточно будет, чтобы попробовать и, возможно, что-то влюбиться и заказать. И на данный момент мне достаточно вот этого будет объема. 1,7 грамма получается. Вот такая вот, как Skin Tint финишная пудра. Здесь 1,7 грамма. Бронзер Finish Dust тоже 1,7 грамма. То есть, 1,7 грамма. Finish Dust финишная пудра. Вот такая вот такая вот оттенка. И вот такой Sunlight Finishing Dust. Calm and Collected Skin Tint. Вот так выглядит заклеена. Еще я не расклеивала, но я раскрывала, посмотрела. Вот такие вот вымочки. Три отверстия, через которые вы будете высыпать на крышечку средства, выколачивать и наносить, делать макияж. Я так поняла, что нужно и как тени их использовать. По крайней мере, я так собираюсь делать. Вот такая вот штучка. Они не из дешевых. Но была 20% скидка. Она у меня долго лежала в листе желаний. И я, в принципе, ее заказала с 20% скидкой и довольна. Потому что я попробую все. Потому что брать по 11 долларов, например, 9-11 долларов. Одно какое-то средство или пудру. Или я получила сколько? 6. Еще и кисточку кабуки за, по-моему, 22 доллара. Точно я подпишу, точно я не буду. Alvita. Чай из жареного корня одуванчика. По отзывам я почитала, что он заменяет кофе. Как-то типа вкус цикория у него. Я уже попробовала вчера. Добавляла я такие вот пакетики. Обычные пакетики бумажные. Под вас клеим. Какие пакеты. Я вот один пакет на чашку битка. И добавила две капли стерии. Подвески под пластителя. Ну, я не заметила, что он. Вкус, конечно, такой приятный. Если как для оздоровления. Это средство идет как еще лечебное. Для печени очень хорошо. Корень одуванчика. То есть, я решила попробовать. Еще такая-то скидочка была. Здесь получается 30 пакетиков. В составе жареный корень одуванчика. Очень популярное такое средство. Лечебное. Ну, и как можно его как чай пить. Ну, как кофе оно не сильно катит, конечно. Как цикорий. Я бы так не сказала. Еще не распробовала, скажем так. Ну, в принципе, штука полезная. Некоторые пьют его постоянно. И с печенью не имеют никаких проблем. Я думаю, что если пить постоянно, то очищается печень. И кровь, соответственно. Так, еще заказала вот такую. Никогда не заказывала. Тоже хорошо так все хвалят эту штуку. Это панда. Конфеты из лакрицы. Я так поняла, не знаю, что это такое. В общем, натуральная сладкая такая как бы штука. Типа конфеток. Таких из лакрицы, которые не содержат сахара. Содержат только сок введеного. Там вот это ягоды, блюбери. Вот так они выглядят. Ну, по вкусу, не знаю, с чем это сравнить. Мне не сильно понравилось. Я сладкоежка, поэтому вот такие заменители. Всегда немножечко разочарование такое. Дело в том, что если хочется сладкого, лучше вообще не есть чем такое. В крайней мере. Здесь без жира, ну, такое диетическое как бы. Без всяких красителей, ароматизаторов. Только блюбери и лакрица. Полезная типа штука. Полезные конфеты. Ну, возможно, детям, если такое давать. Очень даже хорошо. Лакричные конфеты, если я правильно выговаривала. Так, заказала еще этот чай. Что-то вот хотела попробовать. Я вообще беру зеленые, в основном черные. Как-то не жалую. Я что-то думала, этот тоже зеленый. Вчера заварила, он такой ярко-красного цвета. Это получается golden pitch. Золотой персик. Чай. Сегодня уже дочитала, что это цилонский чай. Ну, то есть, видимо, черный. Поэтому, потому что цвет такого яркого, такого бордового, красивого цвета. Сладковатый немножко мне он показался даже. Еще не распробовала. Ну, так как я ожидала, типа, что-то зеленого с манго. Совершенно это другое. Ну, я сам дал фрукту марку обожаю. Конечно же, этот чай выпьем не я, так кто-то. Здесь обычные... Ну, вот эта марка, конечно, у них на высоте упаковка. Очень люблю эту марку. Хвалю постоянно. В общем, не устаю хвалить. Здесь я уже пробовала подороже. Чайки на моем сервере. Ну, здесь очень классная упаковка. Вот такие... Каждый чайный пакетик индивидуальной упаковочки. Такой внутри она, как с фольгой. Не имеет никаких закрепок металлических. То есть, полностью там бумага, ниточка. Хорошо заваривается. Вот это вот одного пакетика достаточно заварить две чашки чая. Ну, очень качественные чаи. Это марка вообще классная, санго. У них там варенье, сладости, все обалденное. Вот органические такие чаи из целома. Мне нравится зеленый смазг больше всего, как и большинство. Он такой нейтральный. Сильно больших вы ароматизаторов не дождетесь. Потому что в отзывах на это разочарование. Люди ждут получить такой, как с магазина, чай с сумасшедшим каким-то там ароматизированным вкусом. Здесь такого не будет. Но чаи очень качественные. Можете попробовать. Если любите черный чай, я думаю, вам понравится. Ничего плохого не могу вам сказать. Еще заказала такую штуку. Что-то я по продуктам не сильно как бы проходилась на хербе. Вечное место не было. Или там суммы не хватало определенной. Ну вот я заказала такие анчоусы. Соленючие, я так поняла. Не знаю, всю жизнь хотела попробовать, что такое анчоусы. Все время думала, что это какие-то там маринованные что угодно. Только не рыба. Ну и все, это рыба. Анчоусы. Она очень по описаниям. Получается здесь в составе анчоусы, оливковое масло и соль. Соли здесь, видимо, сумасшедшее, я так понимаю, количество. Потому что они очень соленючие. Не едятся они... Ну, люди, конечно, наверное, пробуют их отдельно. Я еще не пробовала. Не знаю. В общем, они добавляются в пиццу, в какие-то соусы. Как такой, как бы, оттеночный ингредиент. Но, я так поняла, в чистом виде они очень содержат много соли. Ну, в общем, что здесь дата есть. До августа 2015-го. То есть все нормально. 56 грамм здесь. Стоят они там не очень много. Поэтому вот такие заказала. Так, еще заказала в хоке. Постоянно заказываю. Сейчас не бросаю заниматься своими волосами. Потому что только забросила. Опять начались выпадать волосы. Проблемы с волосами. Вот эти капсулы я в разных фирмах беру. Вот взяла в Нау марке. Это хошуфу. Хошуу. Такая трава. Китайское такое растение, которое очень хорошо влияет на гормональный фон. В древности еще его использовали. Принимается это две капсулы в день. Для восстановления волос гормонального фона. Даже обещается, что если принимать приличное продолжительное время, то даже восстановится, уйдет седина. То есть пигментация волос. Нормализуется. Пигмент. Так. Вот такой фоди. Рекомендую. Принимайте. С волосами будет все в порядке. Шло по акции. Такое не очень дешевое средство. Бипрополис концентрат. Экстракт прополиса. Пчелиный прополис. 500 мг. 90 капсул. Ну, это, сами понимаете, что это для иммунитета. Никому это не помешает пропить. Пчелиная любая продукция, она очень полезная. Почему бы не взять? По-моему, она только 2 доллара была по акции. На iHerb бывают вот такие марки, как California Gold Nutrition. Она устраивает не только эта марка, а не новые продукты, которые выбрасывают на рынок iHerb на сайт. Они постоянно какие-то устраивают приятные акции. Можно попробовать сам продукт. Вот, впервые я заказала вот такой препарат. Ничего не могу сказать по действиям. Это Vitex называется. Ну, фрукты, видимо. В общем, здесь, насколько я поняла, он восстанавливает хорошо гормональный фон. Для женщин очень полезная такая здесь добавочка. Здесь получается в составе 400 мл. В одной капсуле Vitex Agnus Castus Fruit. Тут еще не изучила эту тему, но меня заинтересовало, что в отзывах очень хорошо о нем отзываются, какие-то решают женщины свои проблемы. Не знаю, по-моему, и мужчинам можно. Даже кто-то писал, что месячные сокращаются, у кого сильно обильные, у кого длительные, в связи с какими-то сбоями или еще с чем-то. В общем, это очень хороший бат. Рекомендуем попробовать, почитать отзывы. Я пока ничего не буду говорить от себя, потому что впервые я его нашла. И вот уже по акции получила, по-моему, не помню за доллар, не помню за сколько, ну недорого, такой витамин С. Здесь в одной капсуле 1000 мг. Что я могу за него сказать, если вы будете его брать, или другой витамин С. Я вам советую принимать витамин С 500 мг. Что делать в данном случае? Здесь не таблетка, ее не разломаешь, это здесь 1000 мг. Это такая больше терапевтическая доза. Если вы там заболели, то, конечно, можно в день 1-2 таблетки принять. Но желательно, это такая неофициальная информация, потому что по официальной информации вы найдете, что витамин С нужно принимать 50-60 мг, по-моему, в день. Взрослому человеку. Ну, такая дозировка, она ни к чему не ведет. Вот эти люди говорят, да, не работает этот витамин С, но реально, действенная дозировка витамина С на день, я вам советую 500 мг. То есть, что я буду делать, не знаю, как будет. Я буду этот витамин С принимать через день, потому что 500 мг, я же говорю, это такая, если профилактически, то довольно большая дозировка. Для чего витамин С? Все знают, что там, типа, во время простуд начинают все его усиленно принимать, там лимоны есть. Витамин С хорошо борется с всевозможными сердечно-сосудистыми заболеваниями, чистит сосуды. Если его принимать, то не будет никаких проблем с деснами, с... Ну, и вообще, такая информация не сильно популяризирована, потому что, если вы будете знать, сколько какой дозировки принимать, какого бада витамина, то, в принципе, вы не будете ходить к врачам, поэтому они запугивают, что дневная... занижают специально дневные... Ну, такой заковар, можно сказать. Вот. Ну, ко мне эта информация давно уже попала. Я читала, что есть доктора, которые реально предлагали витамин С продавать в аптеках в такой нормальной дозировке, но фармакомпании, которые занимаются операциями с сердечно-сосудистыми всевозможными, там продают аспирин и тому подобные разжижающие как бы препараты, они замяли эту информацию. И, как всегда, до людей доходит, вот если вы вобьете в поиск, какая дневная дозировка норма витамина С, то вы найдете 50-60 миллиграмм. Попьете вот такую дозировку, ничего не почувствуете, и бросите, скажете, что витамин С это слабый. Я вам рекомендую принимать 500 миллиграмм в день, тогда будут реальные результаты, тогда у вас восстановится сосудистая, сердечно-сосудистая система, почистятся сосуды, не будет так забиваться ваши сосуды и будет меньше болеть сердце. Вот такая, казалось бы, витамин С такой популярный, но так он непопулярный и неправильно позиционируется и принимается. Вы можете это почитать. Я в отзывах уже писала свое мнение, не все там согласны, есть такие поп-блогеры, которые не верят в заговоры, верят в докторов и приуменьшают значение витамина С. Так же само с кальцией, так же само с такими очень дешевыми, как бы, кальцией, витамин С. Ищите дозировки в таких немножко источниках, не коммерческих, не википедии читайте, не в каких-то сайтах коммерческих, поищите информацию, и вы будете здоровы. То есть я стараюсь витамин С при любой возможности принимать, но чтобы не передозироваться и не додозироваться, принимайте, пожалуйста, его в 500 мг. Ну, а там, конечно, смотрите по своему состоянию, возможно, вам можно и меньше, нужно. Я в основном беру там, выбираю, когда БАДы с витамином С, я смотрю, чтобы там было 500 мг, чтобы принимать одну таблетку в день и не париться. Вот такое мое частное мнение. Можете соглашаться, можете не соглашаться. Конечно, сильно по БАДам неблагодарное дело делать какие-то обзоры, я не сильно стремлюсь, потому что у каждого свое мнение, у каждого есть какое-то образование. Но наше здоровье в наших руках, поэтому я рекомендую вам почитать, поизучать и слушать свое тело, что оно вам подскажет. Вот такая была посылочка с сайта iHerb. Спасибо всем, кто подписывается, кто использует мой купон на скидку. При первой вашем заказе на сайте iHerb вы можете использовать код sgs024 и получить 5 или 10 долларов в зависимости от суммы вашего заказа. И мне будет хорошо, и вам хорошо. Поэтому спасибо за внимание. До новых встреч. Всем желаю здоровья. До свидания.